Далее рассмотрим карты от Генерального штаба, посмотрим, прокомментируем, что сообщает нам Главное военное ведомство. Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям. Враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям наших войск, осуществляет перемещение своих войск, сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Ну и противник продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лазовая. Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из ракетных систем залпового огня по военным и гражданским объектам и территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Ну а в других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин и ствольной реактивной артиллерии. А теперь как это выглядит на картах, подробнее посмотрим. Северское направление, обстрелы неподалеку от Атынского и Стукаловки, это Сумская область. И Харьковское направление, обстрелы в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска. На Краматорском направлении враг наносил удары по населенным пунктам Пришип, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорная, Раздольная, Григоровка, Спорная. И на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка 2, Зайцево, Солидар, Бахмутская, Бахмут и Веселая долина. Обращаем внимание на Авдеевское направление. Здесь от ракетных ударов пострадали населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка. На Новопаловском направлении оккупанты наносили удары вблизи Угледара, Причистовки и Новоукраинки. Далее Запорожское направление. Атакам там подверглись населенные пункты Каменская, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебная, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожная, Тимировка, Новополя и Времовка. Ну и на Южнобургском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку беспилотниками и совершил 23 вылета. Да, стоит отметить, что силы обороны Украины успешно отражают атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутская, Красногоровка, Водяное, Безымянная и Новогригоровка. В течение суток авиация ВСУ нанесла 9 ударов по 7 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага. Уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов россиян. Субтитры создавал DimaTorzok